Кеплер понял, что это все прямым образом выписано, и, соответственно, Кеплер понял, что с самого начала можно было сказать, что, собственно говоря, круг отличается от квадратов, которые в него вписаны, только по площади, только в сколько-то там раз. И, соответственно, вместо задачи о максимальном объеме цилиндра, вот такого, с самого начала можно было говорить о соответствующем прямоугольном параллелепипте. И, соответственно, вместо всего этого можно было доказывать такой факт, что если у вас есть прямоугольный параллелепипед с заданной известной диагональю, то максимальный объем у него, на самом деле, то, что я сейчас рассказал, это фактическое доказательство того факта, что из всех прямоугольных параллелепипедов, ну, правда, не всех прямоугольных, из всех прямоугольных параллелепипедов, внимание, с квадратным основанием. Хотя, с другой стороны, я не объяснял, а просто это совсем простая вещь. Когда вы знаете диагональ у прямоугольника, давайте объяснимся, почему в таком случае у него максимальная площадь, когда это квадрат. Ну, смотрите, вы просто понимаете, что прямоугольник, он же вписан в окружность. И, смотрите, площадь прямоугольного треугольника, половина произведения его высоты на основании. Основание – это та самая диагональ. Если диагональ фиксированная, то нужно, чтобы была побольше высота. Значит, высота максимальная – это как раз, когда квадрат. Замечательно. Значит, одно основание должно быть квадратным. Ну, вот и все. Ребята, конечно, когда вы перевели задачу о бучке, привели к задачу о прямоугольном параллелепипеде, то становится понятно, что, в принципе, по большому счету, ее можно было решать так же, как вот эту задачу. Ну, или вот то, как я только что вам сейчас рассказал. То есть, понимаете, можно, если вам дали, примугольник, привели к данной диагональю, то можно, что называется, постепенно его превращать в кубик, вот примерно при помощи такой процедуры. Тут же еще что помогает. Вы не обязаны прямо сразу стоять в эту точку и получать квадрат. Вы можете остановиться на каком-то промежуточном месте. Вот. В общем, все это Кеплер понимал, все это прописал и так далее. Но это как раз то, что называется у нас элитарная математика. И как раз об этом я бы сейчас не хочу рассказывать. Мне интереснее другое. Как еще мы могли решить ту же самую задачу о максимуме функции х минус х. То есть ответ на нашли 2 разделить на корень из 3. Но как еще можно было это делать? А вот. Неравенство о среднем арифметическом и среднем диаметическом. Мы могли его в данном случае с успехом использовать. И, что называется, честное слово, у нас бы все хорошо получилось. На всякий случай. Кто знает, что это такое? Димитер. А, 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 ничем сквозь. Тогда давайте я на поле. Значит, неравенство о среднем это такое замечательное математическое упреждение. Мне в данном случае оно нужно для плюсов чисел. Поэтому я и улучшу для плюсов числа. Если берешь 3 положительных числа АВС, то их среднее арифметическое не меньше, чем кубический корень. Вот эта величина называется среднее арифметическое. Давайте посмотрим. Так, опять-таки я вам докажу сегодня, но чуть-чуть потом. Сначала я объясню, как его вообще применять для нашей задачи. Давайте посмотрим наш случай. Значит, что нам нужно доказать? Что х умножить на 1 минус х квадрат не больше, чем 2 разделить на 3 горные из 3. Если х пробегает значение от 0 до 1. Ну, вообще более-менее понятно. Это 3 множителя. Множитель х, множитель 1 минус х. Казалось бы, все замечательно, 3 множителя. Поэтому мы так и можем написать. х, 1 минус х, 1 плюс х, кубический корень. Здесь написать х, 1 минус х, 1 плюс х. Здесь написать деление на 2. Ой, ребята-ребята, маленькая проблема. Что тогда вы это пишете? Что, когда вы это напишете, то у вас будет такая вещь. 2 плюс х разделить на х не превосходит к единице. Поэтому это будет не больше, чем 2 плюс 1. То есть не больше единицы. Вы получаете неравенство более слабое. 2 разделить на 3 горные из 3. Это, конечно, число значительно меньше, чем единица. А вы здесь получили единицу. Поэтому вот так вот в лоб использовать неравенство о среднем арифметическом и среднем геометрическом в этой задаче нельзя. Каким образом, что называется, спасать ситуацию? А на самом деле видно, что произошло. Мы здесь получили, что называется, странную вещь. Мы здесь х почему-то заменяли на единицу. Хотя мы знаем, что настоящая величина краинца это 1 делить на корень из 3. И в той точке, где мы с вами понимаем, что должно быть максимальное значение, в той самой точке эти выражения разные. Тут все в идее. Неравенство а в среднем, если а равно b равно c превращается в такушный, корень кубический из а в кубе, это а. А здесь а плюс а плюс а разделить за ответы, это тоже а. Оно превращается в равенство в том случае, когда а равно b равно c. Поэтому, если мы собираемся решать нашу задачу при помощи неравенства о среднем арифметическом и среднем геометрическом, то мы должны сделать следующую штуку. Значит, ребята, этот прием нужно, что называется, запомнить, потому что это стандартный прием при применении неравенства в среднем арифметическом и геометрическом. Когда вы подозреваете, что максимум там находится в какой-то точке, то не надо использовать его вот в таком виде. А надо сделать следующее. Смотрите. Я здесь все это убираю. И я вместо этих трех чисел сейчас напишу удивительную совершенно конструкцию. она будет до удивления странной. А потом подумаете и поймете, что это как раз то, что надо. Я каждый множитель разделил на его значение в точке 1 разделить на корень из трех. Поняли идею? Я абсолютно не смущен тем, что числа там какие-то странные. Потому что теперь в точке 1 разделить на корень из трех эти три числа точно будут равны. Неравенство у меня все равно верно для любых неотрицательных чисел. Поэтому я сейчас смело пишу здесь делить на три. И я спокойненько здесь пишу х деленный на один дверень на корень из трех. 1 минус х деленный на 1 минус 1 дверень на корень из трех. 1 плюс х деленный на 1 плюс 1 дверень на корень из трех. Ребята, выражение, мягко скажем, странное. Но я сейчас буду на двумя задеваться. Вот если бы я сейчас был на экзамене или на олимпиаде, я бы написал равно вот прямо так. Прямо так написал бы равно. Так. И чем уже это равно? Если честно, это равно, когда х равен нулю. Значение такого выражения. Впрочем, его тоже это трудно считать. Поэтому все-таки придется не надеть, придется пойти на эту доску. Будем считать. Значит, господа, х делить на один делить на корень из трех. Это что такое? Это на самом деле х корней из трех. Согласны? Дальше. Минус х умножить на такую штуку. Корень из трех делить на корень из трех минус один. Плюс х умножить на корень из трех делить на корень из трех плюс один. Давайте я объясню, почему это выражение то же самое. Я просто числитель и знаменатель где-то умножил на корень из трех и написал пока что только там, где иксы. Теперь пишу там, где иксов нет. Там, где иксов нет. Это будет что такое? Плюс корень из трех делить на корень из трех минус один и плюс корень из трех делить на корень из трех плюс один. Отлично. Ну вот, здесь нужно как-то преобразовать. Предложение такое. Давайте приведем все это к общему знаменателю. Общий знаменатель будет понятно, корень из трех минус один умножить на корень из трех плюс один. Поехали. Икс ой, слышите, еще корень из трех вынесем за скобку, потому что ну явно он везде есть. Так, поехали. Это будет икс умножить на корень из трех минус один и корень из трех плюс один. Минус икс умножить на корень из трех плюс один плюс икс умножить на корень из трех минус один плюс, здесь корень из трех вынес, надо говорить корень из трех плюс один плюс корень из трех минус один. Так, выглядит это страшно, а на самом деле это совершенно страшно. Корень из трех минус один умножить на корень из трех плюс один это вообще-то корень, это будет три минус один будет двойка. Поэтому на самом деле это будет так. Корень из 3 умножить на, здесь будет 2х. Дальше, минус х корень из 3, плюс х корень из 3. Это будет сколько? Это будет 0. Минус х и еще минус х. Ну и ребята, 2х минус 2х. Отлично. 1 минус 1 это 0. И будет еще плюс 2 корень из 3. 3, это корень из 3, в квадрате это 3. 1 в квадрате 1, 3 минус 1 это 2. Замечательно. 2х и 2х исчезает. Остается, так, двойка сокращается. Остается у нас что? Стоится у нас 3. Фантастика. Так, вообще-то 3 у нас здесь было. Все. Все. Ровно этого я и хотел. У меня же здесь в знаменателе было значение функций, функций в точке 1 делить на корень из 3. Согласны? Согласны. Вот. Вот. Так что, ребята, надо было второе счастье. Надо было говорить, что здесь единица. И у нас все было бы хорошо. Понятно? Таким образом, задача решается при помощи неравенства о среднем архематическом и среднем геометрическом. Спасибо.